Дальше. Галина Чернова. Это очень важное сообщение от очень умного человека. Косточки персиков зашли на четвертый год. Весь май ежедневно у нас были дожди. И, видимо, этим нужно было именно столько влаги. Очень удивилась, когда пропала старую школку, обнаружила несколько персиковых ростков. Оказывается, за один-уторый год это для персиков не предел. Ну, что сказать? Ну, я так и говорю, бывает всяко. Вот в этом году слабые сходы косточек персиков у меня и у Чернобаева. Понимаете? Слабые. Очень слабые. А мы-то все делаем правильно. Мало того, мы других учим. Вспомните, я даже его опытерам рассказывал, да? И стоим мы посреди, чешем свои репы. Вот, сегодня стоим, чешем репы. И говорю, ну, что делать-то? Ну, не все получается от нас зависит. Я одно знаю. Почему у меня плохая схожесть у персиков была? Ни одной капли с неба. Вот сразу бы полило бы с неба, и все бы произошло. Ну, я что, не умею про это самое? Можете считать, что я не умею статусировать? А оно ни одного капли дождя, неделю, вторая, месяц, два. А вот эта сколотистная вода, она мертвая. Я замечал как? Я замечал по овощам. Овощи посадим, ну, допустим, засух. Не растут, хоть поливая, не поливая. Они не умирают, но и не растут. Стоит полить с неба. И сорняки, и уже смотришь, через неделю опять косить надо. Разница огромная. И получается, что не все от нас зависит. И от неба тоже зависит. Ну, мы уже дошли до того, что может какое-то излучение особое быть. Творится что-то невероятное, друзья. Идут сообщения по всей стране. Вот. Все плохо, все плохо. То, что мы рассказывали, говорили про вишни, это не только вишня. Вот. Сыпется, и не эти самые, завязываются, сыпется, завязи, сыпется плодов. Представляете? Сыпется, сыпется. Вот. Ну, ладно, я смотрю. Листья до сих пор у абрикосов, у груши, у сливов, у яблоков. Мелкие, никогда такого мелкого не было. Здоровые, да, ничего. Мелкие листья. Деревья выглядят как-то это. Через них небо видно. Такого никогда не было. У меня в многих местах трава вообще не растет. Вообще нет травы, потому что там закрывает эту крона тех же абрикосов. И под ними, хотя я их давно пролетел, и от 5-7 метров между ними, 4 метра. Что же творится такое? Ладно, там понятно, тень. Вот. И настолько, получается, создаются условия, которые деревья просто не привыкшие до них, не приучены. На их исторической родине, вот я смотрел этот сегодня же, спасибо за присланный ролик. Вот. Вот они, абрикосы, в горах. И все им хорошо, все им там прекрасно. И деревья, у меня особый взгляд, деревья живые. Нормальные. Плодоношения прекрасные. Значит, больных, я показываю крупные планы, я не видел, ничего больного не видел. Но они упоминают, что иногда один умудрился даже сказать, ну, подрезаем до красоты. Мне это слово красота сразу резануло. Может быть, они тоже где-то научены к искусственной кроне. Но в горах выросли деревья легче. Они там не преют. Вот. Вы знаете, почему? Ну, все, ладно, проехали. И вот получается, что мы узнали. Что косточки персиков взошли на четвертый год. Ну, я иногда говорю, я себе корзина. Ну, рискуем, когда садим осенью. Помните, весной человек взял, у него не взошли косточки абрикоса, он их взял, все перекопал, ни одной косточки нет. Вот так. А я вам уже показывал, собирает кучу воду, а потом все зимы жрут. Вот, такое впечатление, что они такие же умные, как мы, если не умные. Ну, получается, и осенью можно пролететь, посадив. И весной можно, после статификации, тоже не добиться большей скорости. Раз получилось засухо-дичайшее, на хорошей скорости не ждите. Вода с неба. Ну, еще много советов текущих. Бочки, бочки, собирайте дождевую воду. Вот. Такие дела. Вот это мы с вами уже поговорили. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok